подскажите если в доме лежачая свекровь спрашивает елена залевская можно ли повлиять на ситуацию эзотерически на разрешение ситуации или нельзя вмешиваться все люди которые живут с вами под одной крышей случае если человек вот я вас сейчас немножечко научу случае если человек брат двоюродный брат родной невестка теща свекруха ее сестра или кто-либо вдруг какой-нибудь ваш попросился и живет уже очень давно вот если все вы живете под одной крышей то вы должны быть для этих людей как руководитель семьи они должны ощущать что вы одна семья и должны делать как одна семья все друг для друга то есть не спать друг с другом это однозначно а вот делает что-то для семьи это важно допустим друг попросился у вас пожить живет два года или там два месяца или пять месяцев у него должны быть такие же обязательства как у всех в семье там пылесосить убирать следить за порядком приносить там материальное благополучие какое-либо то есть он заработал деньги должен отчислить или должен купить что-либо это очень важно потому что находясь под крышей ты имеешь столько же прав как и все остальные можешь работать работает можешь ухаживать ухаживать умеете делать эзотерическое целительство отнеситесь к этому человеку как к самому дорогому вашей семье близкому человеку родне и раз судьба связала вас уже одними путями и вы можете эзотерически этому человеку помогать помогайте так что лежачий свекрови можно помогать